Динамо! 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 Пока в европейских чемпионатах начинали писать новую историю, триллер в белорусском женском футболе врывался борьбой за трофей. Снова Минск и Динамо, снова неуступчивость на каждом квадратном метре поля. Единственное в новинку – матч проходил в Гродно. Первое, можно я сначала хочу поблагодарить болельщиков, которые к нам приехали, нас поддерживали. Плюс мы проходили сборы, мы очень благодарны руководству, что нам дали такое. Мы готовились, мы очень хотели победить, хотели выиграть. И всем людям, кто нам помогает. Мы на базе сидели, кушать нам готовили, номера, нам убирали. То есть это все было для того, чтобы мы сегодня вышли и сыграли, показали свою лучшую игру. Видимо, у вратаря Минска на глазах слезы. Вот они, настоящие футбольные эмоции. И без аналитики, XG и статистики ударов понятно. На поле обе команды оставили все. Но трофеи всегда уходят в чьи-то руки. Хотя к перерыву предсказывать исход игры не взялся бы и Нострадамус. Как будто горожанки выглядели предпочтительнее. Я, честно говоря, с вами не согласен. Каких много было моментов? Вот вы мне сейчас напомните. Один удар, который заблокировал нас защитник и все? Ну давайте вспомним, сколько у нас таких моментов было. Нет, нет, абсолютно я не согласен, что у них было много моментов по игре. Да, плюс-минус она равная, с какими-то нашим черриториальным преимуществом. У Минска все читалось достаточно просто. Заброс, подбор и больше ничего. Ну а мы пытались это все как бы разыграть. Скорее, свободные зоны. Вот где-то получалось, где-то не получалось. Первый тайм, в общем, жара. Это тоже не надо сбрасывать со счетов. Вот мы играем в активный, нагнетали, все время прессинговали. Отсюда где-то нам сил не хватало. Тем не менее, первая замена последовала именно от коуча «Динамо». В первом тайме заменили Дарью Манюкову. Что касается Даши Манюковой. Понимаете, я знаю, почему это произошло. Поэтому я не хочу там распространяться. Это наша внутренняя кухня, мы с этим разберемся. Она отличный, хороший игрок. Вот в этом, в данном случае матче, она не попала. Очень много, если вы вспомните, сколько передач у него было неточных. И те передачи, которые вблизи штрафной, и те передачи, которые перехватывались. В связи с этим, ну, было принято решение поменять. Я не вижу ничего здесь экстраординарного. Это, ну, как бы журналистская тема, там, раскручивал. Скрипченко 4 замены сделал. Это позволяет рекламент. Ну, почему этим тренер не должен пользоваться? 15 минут перерыва и снова в бой. Пышник не спешил со своими коррективами игры. Видимо, понимал, что ломать структуру неплохого матча не с руки. Но вмешался гол Ковалевой. Индивидуальный, красивый, победный. Забегая вперед. Я сразу думала, что она мне отдаст передачу. Но там как-то отскочил он, отскочил. Вот. Я там под себя, под себя, под себя ударила. Он вроде как в голову там и уже рикошет был. Ну, вот и так вот залетел. Понятно, да. Сейчас проанализируем. Но мы хотели усилить. Нам надо было забивать. Мы думали, что девчонки, которые выйдут, они забьют. В принципе, я как бы всеми доволен. Ну, свои нюансы есть. А вот многие нейтральные болельщики выдохнули. Шанс на то, что игра затянется к дополнительному времени сократились. Все-таки, ну, уж совсем горячая погода накрыла Беларусь. Я спрошу состояние у девчат. Ну, естественно, им тяжело было. Конечно, там 29, по-моему, 30 градусов тяжело играть. А надо еще бегать. Это нам тут стоять с вами, смотреть футбол. А им надо, да, работать много. Поэтому тяжеловато, конечно. В то же время казалось, что второй гол случится. Неважно, в какие именно ворота. Были подходы у обеих команд. Но если у «Динамо» было преимущество в давлении, то Минск находил моменты в контратаках. И все равно не везло. Очень сложно играть без нападающего. Я не знаю, как так можно играть. Ну, пусть я посмотрю, потом игру буду извиняться. Но нельзя так играть нападающим. Я не знаю, иметь столько моментов в такой игре. Ну, мы еще разберем, мы еще посмотрим. Спасибо команде, спасибо тренерскому штабу, что сегодня есть такая возможность, такой шанс играть на таком уровне. Тенденция «Герлз Дерби» в последних матчах такова. Три серии пенальти в последних пяти трофейных матчах. Неужели в этот раз не готовились к такому развитию событий? Честно, всегда, когда играем с Минском, если следить за статистикой, я довольно-таки часто пробивала пенальти в игре. И обычно я всегда продумаю в голове, вдруг, если будет пенальти, в какой угол я там буду бить и все остальное. Перед этими двумя играми я об этом не думала, почему-то была уверена, что не будет пенальти. Так и случилось. Золотые ленточки на шее у Насти и ее улыбка. Тут все понятно. Трофей в руках «Динамо Бгувк». Но, кажется, главный профит от этих сдвоенных матчей – крутая подготовка обеих команд к Лиге чемпионов, где нам бы хотелось выступить как можно лучше. Вы знаете, вот тут я с вами соглашусь. И не просто, что Минск. Это может быть любая, ну не любая, команда там из четверки, из пятерки. Потому что одно дело, как мы проходили на предыдущую подготовку Лигу чемпионов, мы приглашали ЦСКА, мы приглашали там «Жилстрой-2», чемпионов Украины, чемпионов России. Играли с ними, обыгрывали достойно. Все это хорошо. И вроде ты готов. Но есть одно «но». Это одно «но», оно перевешивает все. Когда ты играешь в контрольные матчи, результат на тебя не давит. И ты можешь, как говорится, по-футбольному рисовать, как хочешь. Ошибся, не ошибся, но тренер поругает, руководство по головке не погладит. А вот когда уже идет на результат, вот здесь уже и эмоциональные, и нервные. То есть все виды подготовки футболиста, они выходят на новый уровень. И я считаю, наверное, вот этим лучше, конечно, играть на результат при подготовке к Лиге чемпионов.